Доброе утро, друзья! Доброе утро, уважаемые телезрители, жители и гости нашей замечательной республики! На календаре 25 июня, суббота, день только начинается, ну а мы от души желаем, чтобы выходные вы провели так, как их запланировали. Я же хочу напомнить вам, что год 2022 объявлен годом Национального наследия народов Российской Федерации. И вот совсем недавно в Москве прошел ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». И в рамках этого фестиваля состоялся другой фестиваль, предусмотренный программой, который называется «НацЛитфест». Это фестиваль литературы народов Российской Федерации. И вот в рамках этого фестиваля, программы, было предусмотрено очень много интересных событий, мероприятий. Это встречи с литераторами, поэтами, писателями, с переводчиками, с известными блогерами и музыкантами. Это презентация новых книг. И все это великолепие мог наблюдать и непосредственно принимать в нем участие наш земляк, который представлял Карачево-Черкесскую республику. Сегодня он гость нашей студии. Зураб Бимурзов, черкесский писатель, поэт и переводчик. Доброе утро, Зураб! Доброе утро и всем гостям, которые нас смотрят. Добро пожаловать на нашу утреннюю программу. Я просто горю огромным желанием узнать ваши впечатления о том фестивале, в котором вы приняли участие. Ведь нужно отметить, что в рамках национальных литератур, вот именно этого фрагмента фестиваля, принимали участие более 60, ну не скажу представителей, скорее спикеров, да, регионов российских, которые читали на родном языке произведения свои, может быть, своих авторов-земляков. И вот мне очень интересно во всем этом вас расспросить. Но прежде всего, какие у вас остались впечатления? Впечатления самые замечательные, потому что это такой большой квест, если выразиться современным языком, языковой квест, литературный квест. Мероприятие, на котором очень, мероприятие сильное духом очень, которое проходило на знаковом месте Красной площади, площади, на которой проходили самые важные события этой страны. И то, что этому мероприятию дали возможность проходить именно там, это тоже большое знаковое событие. Для нас, участников, как вы выразились, более 60 участников из разных национальных регионов, национальных литератур, это была возможность заявить о себе, заявить о своей культуре, заявить о своих регионах, о своем языке. Мне кажется, для национальных культур и языков это значимое событие, а для нас, для нас, участников, это такой небольшой аванс для того, чтобы мы и в будущем занимались этим делом. Вы читали на родном черкесском языке? Да. Кто вас слушал? Нет, давайте не так поставим вопрос. Что вы читали? Это были произведения ваши, авторские? Когда мы готовились к фестивалю, мы спросили, что нам нужно там читать. Они сказали, читайте свои произведения, которые передадут дух вашего народа, культуры, откуда вы. И я сам, готовясь к фестивалю, подумал, что меня же туда пригласили не как замечательного поэта. Я не Чеслайн по своей сути. Меня пригласили туда не показать, как я красиво пишу на языке, как я красиво пишу стихотворение. Меня туда пригласили как представителя своего народа. И будет неправильным, если я не прочту стихотворение о своем народе, которое будет направлено именно на культуру, на историю, на традиции моего народа. Поэтому я прочитал стихотворение, например, о черкесском коне, о истории черкесов, об их современности и так далее. Кстати, нас собрались послушать очень замечательные люди, отзывчивые зрители, которые, понятно, что на 90%, хотя там были и наши земляки, но на 90% эта публика не понимала то, что мы читаем на родном языке, хотя рядом был большой экран, который демонстрировал перевод или подстрочный перевод, художественный или подстрочный. Но они очень тонко реагировали на все это. И после поэтического чтения подходили к нам, говорили, что мы вот с другого региона, мы сами проживаем в Москве, мы рады были услышать вашу родную речь, а где вы проживаете, а сколько вас там проживает, а есть ли у вас письменность, и есть ли переводы, художественные переводы на русский язык, где их можно прочитать и так далее. То есть, если так подумать, организаторы, когда ставили своей целью, чтобы национальные языки прозвучали на Красной площади, они, мне кажется, и другую цель тут поставили, второстепенную, может, даже первую, которая имела первозначимость, чтобы люди заинтересовались, увидели, что есть национальные языки, есть культуры, помимо других, которые они знают, и что история и развитие, и сохранение, и существование этих национальных языков и этих национальных культур, это зависит не только от представителей этих национальностей, и от всех людей. Вы знаете, богатство России заключается именно в многонациональности, в диалоге этих культур. То, что нас отличает от всего мира, то, что мы многонациональная страна, где много языков, где много культур. Вот в рамках этого фестиваля проходила дискуссия на тему проблемы двуязычия в национальной литературе. Были ли среди участников этой дискуссии те, кто поддержал вас, кто разделяет ваше мнение? Некоторые проблемы, которые у нас есть, у народов Карачаево-Черкесии с языками, это отнюдь не самые большие проблемы, которые мы там наблюдали. Но это не повод для того, чтобы не работать над этим, потому что мы у других языков увидели, к чему мы придем. Проблемы, к которым мы придем, если в дальнейшем мы не будем работать над этим. У каждого языка есть же своя этика, у каждого слова родного языка, у каждого родного слова есть своя совесть. Это то, что является базовым для национальной культуры. Да, есть национальный театр, национальная живопись, национальное искусство. Они в какой-то мере, в процентном соотношении, кто-то больше, кто-то меньше, не зависят от родного языка. Национальная живопись может существовать без родного языка. Национальный театр не может существовать без родного языка, но в отличие от национальной литературы, там проблем меньше. Потому что сейчас молодежь, она больше любит слушать, чем читать. Или смотреть. Или смотреть. Она затрудняется читать на родном и писать на родном, но с удовольствием уже слушают на родном. Сейчас больше стали посещать национальные театры. Я сотрудничаю с Черкесским театром имени Мухарбека Акова. И когда там ставят мои пьесы, спектакли, я вижу, что молодежь с удовольствием начала приходить. Приходят со своими детьми уже. Поэтому основные проблемы именно у художественной литературы в том, что у нас очень мало писателей, национальных писателей, национальных поэтов. Соответственно, мало говорят на родном языке, читают на родном языке. А родной язык мало на нем говорить. Его уже нужно развивать. Его уже нужно художественно развивать. Я вам скажу, что, на мой взгляд, родные языки, которые у нас есть сейчас в нашей республике, они в своем развитии остались где-то в 19 веке. Да, мы не развиваем их. Потому что это очень, если даже подумать, это глобальный такой процесс, от которого мы отстали. Мир меняется, особенно сейчас, очень быстро меняется. Даже русский язык такой большой, с такой государственной поддержкой, такой масштабный, он не справляется с этим и старается выходить из положения за счет иностранных языков. Он не справляется с потоками иностранных языков, которые приходят с новыми технологиями. Что же тут говорить о родных языках? Почему сегодня наша молодежь не хочет говорить на родном языке? Почему мы все чаще и чаще наблюдаем такую картину, когда мама разговаривает с ребенком на родном языке, но как минимум какой-то вопрос ему задает, поворачиваясь, ребенок отвечает ей на русском языке? Ну, это не в упрек кому-то, это скорее крик души. Вот ваш, мой, в моем лице, от всех моих коллег, которые сегодня просто страдают от того, что не находят героев, говорящих на родном языке. А потом мы говорим, что у нас, что мы исчезаем, что исчезают наши народы, наша культура, наша самобытность. Ну, наверное, прежде всего это зависит от каждого из нас. Зураб, я понимаю, программа была насыщенная, у вас, наверное, не было времени там походить по книжным лавкам, посмотреть новые издания, но вы же не приехали с пустыми руками оттуда? К сожалению, была насыщенная программа, нам не удавалось полностью все посмотреть. Но, во-первых, мне бы хотелось отметить, что я удивился тому, насколько художественная литература там помолодела. Я купил там несколько книг, к большому сожалению, я еще не смог выделить время, чтобы их прочитать, но для меня это стало интересным. Когда говорят, что литературу мало читают, это может быть наша региональная проблема, или это может быть проблема, в которой мы не разбираемся. На самом деле, там были встречи с абсолютно молодыми, юными писателями, которых мы даже не знаем, и которые очень популярны, они собирали полные аншлаги там, и туда приходили дети, школьники, студенты, и я лично удивлялся, потому что не знал о них. Потом я мельком ознакомился с теми книгами, которые принес. Да, это литература, легкая литература, если можно так выразиться, жизненная. Проза, в которой такие глубинные вещи не затрагиваются, но она же популярна. Она же, пусть и в сетевых изданиях, но молодые люди этим интересуются и очень интересуются. В частности, там много вопросов задавали этим писателям. Да, в наших республиках большой взгляд глубины больше на литературу. Скорее всего, наши литературные мастодонты не покажут, это не литература, это что-то другое, но эта литература имеет право на жизнь, потому что литература – это то, что популярно. Литература меняется. И ушла давно от той классики, которую сейчас нам учат в школьной образовательной программе. И мы должны следовать за этой литературой, в том числе писать на ней, на этом языке, молодой литературе, если хотим сохранить наши языки. И эти книги, которые я принес, да, я принес книги известных авторов, новые, в новом формате какие-то книги, Мандельштама, наших классиков, поэтов, Цветаева и так далее. Там было очень много книг, там были все книжные издательства, если можно так сказать, России. Но в том числе я купил и эту молодую литературу, чтобы ознакомиться с ней и попытаться вникнуть, что же сейчас интересует молодых людей. Здравия, вы знаете, вот из нашего утреннего разговора я сделаю себе две пометочки. Но прежде всего мы обязательно продолжим с вами разговор о молодых авторах, о том, что же сегодня нужно поменять в национальной литературе, чтобы быть востребованными и читаемыми именно молодежью, молодым подрастающим поколением. Это очень интересная тема, мне кажется, ее нужно развивать и дальше. Да, конечно. И еще один момент. Просто у нас не хватит сегодня эфирного времени. Но говоря о сохранении родного языка, мы с вами поговорили о театрах, о газетах в какой-то степени, о литературе, но мы не коснулись средств массовой информации. Тем не менее, ГТРК Крачаева-Черкесия единственный филиал ВГТРК, который работает на пяти родных языках нашей республики. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение, что нам нужно делать, чего нам сегодня не хватает в наших материалах, для того, чтобы привлекать аудиторию, зрительскую аудиторию. Но это, как говорится, совсем другая история. Я непременно приглашу вас еще в эту студию и надеюсь, что мы и эту тему с вами обязательно обсудим. С большим удовольствием. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Друзья, напомню вам, что сегодня гость нашей утренней программы был Зураб Бимузов, черкесский поэт и писатель, переводчик, участник ежегодной книжной выставки «Красная площадь». Мне остается пожелать вам хороших выходных и до свидания. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...